Десятки молитв на холсте, и каждая будто диалог с Богом. Взгляните, чтобы прочесть. Да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Тут же, рядом, дорога в город Давидов к югу от Иерусалима. Туда путь держала беременная Мария. Синяя Богоматерь, у нее плащаница была внутри красная, сверху синяя. А золотой свет – это все-таки ангельский свет, свет неба. 20 лет Юлия Кикоть изучала символику. Агростихи выполнены ею на бумаге, холсте и шелке. Говорит, что выставка не пишется. Она рождается. Оттого частные коллекционеры из Германии, России и Японии говорят свое. Верю. Со всех сторон пошли молитвы. Молитвы о мире и о спасении людских душ. И настолько это серьезная тема. Она меня очень сильно всколыхнула. И у меня очень много было лекарей в роду. И поэтому у меня даже проявились те молитвы, которые спасали наш род. Открытие выставки «Азбучная молитва» тоже символ. Быть может, исповедь. 55 лет художница живет и пишет. Потому поклонники Кикоть сегодня рядом. Молитва – это нечто такое интимное, очень углубленное, душевное. Ну и здесь, наверное, в общем-то, это и прослеживается. Потому что каждая картина, за каждой картинкой это такая безмерная глубина чувствуется. Увидеть работу Юлии можно до конца июля. Полсотни картин и 21 молитва. Такое искусство – крик, которое будет понятен людям любого возраста. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин